Всем привет! В этом уроке мы рассмотрим с вами вариант, как сделать бэкап в линуксе с помощью RESTIC сервера. Бэкап в линуксе можно сделать вот таким способом. Вот, к примеру, папку home, папку backup. Всё, собственно, бэкап сделали. Всё готово. Но есть и другой способ сделать бэкап. Итак, план такой. Значит, мы расскажем вам, что такое RESTIC сервер. Вот для чего нужен. Что такое Uptime Kuma. Установим RESTIC сервер с помощью Ansible Playbook. Установим Uptime Kuma в Docker Container. Настроим бэкап файлов сервера Ubuntu 22.04 через RESTIC с помощью Ansible Playbook. Настроим мониторинг успешности создания бэкапа через Uptime Kuma. Ну и в конце восстановим удаленные файлы сервера. А в чём же основная проблема бэкапов? Основная проблема это в том, что все эти системы резервного копирования в большинстве случаев работают сервера, на котором лежат оригинальные файлы. То есть, если сервер скомпрометирован, злоумышленник может получить доступ не только к самому серверу, но и к бэкапам и удалить их. Для того, чтобы бэкапы делались автоматически по расписанию, через крон, например, у вас должен на сервере лежать ключ, который позволяет автоматизировать этот процесс, чтобы не нужно было вводить пароль. Соответственно, если ключ лежит на сервере, его можно забрать и уже подключиться к серверу с бэкапами. Есть хорошие инструменты для резервного копирования, например, блок бэкап или дубликати. Ну вот они как раз подвержены вот этой проблемой. То есть, если вы бэкапите, чтобы, грубо говоря, защититься от смерти сервера, от физического удаления, от человеческой ошибки, то да, они вполне подходят. Ну, если вы хотите еще предусмотреть такую ситуацию, когда вас поломали, вот тогда вам нужно какое-то другое решение. А решение это есть как раз в Restic сервере. Не в самой Restic, который делает бэкапы, можно использовать чисто его для создания бэкапов, а вот именно Restic сервер. Вот, у него есть как раз опция, которая позволяет вам только добавлять бэкапы, а не модифицировать или удалять их. Вот, поэтому использование этого решения решает эту проблему, когда кто-то взломал сервер, ну там, чтобы он не мог удалить или зашифровать ваши бэкапы. То есть, вы всегда могли их восстановить в случае чего. Ну и плюс Restic работает по HTTPS вместо SSH. Вот, поэтому тоже SSH не используется, он не подвержен там какими-то уязвимостям и прочим. Поэтому такое более надежное решение. Ну и работает оно быстрее, потому что шлет кусками, там, по 32 килобайта. Итак, для начала давайте рассмотрим, что такое Restic сервер. Restic сервер – это серверное приложение, предназначенное для обеспечения централизованного хранения и управления резервными копиями, созданное с помощью инструмента резервного копирования Restic. Restic сам по себе является современным и гибким инструментом командной строки, который обеспечивает шифрование, дедупликацию, сжатие и амутрикацию данных при создании резервных копий. Restic сервер позволяет создавать централизованное хранилище резервных копий, к которым можно подключаться с нескольких клиентских устройств для отправки и восстановления резервных копий. Он представляет собой сетевой интерфейс, который клиенты могут использовать для взаимодействия с сервером и выполнения операций резервного копирования, восстановление и проверки целостности данных. С помощью Restic сервер можно создавать политики резервного копирования, управлять правами доступа, а также отслеживать и контролировать процесс создания и восстановления резервных копий. Он также поддерживает инкомментальные резервные копии – это означает, что только измененные или добавленные файлы отправляются на сервер, что уменьшает объем передаваемых данных и ускоряет процесс самого резервного копирования. Restic сервер является открытым и бесплатным программобеспечением, распространяемым по лицензии MIT. Он имеет поддержку различных операционных систем и может быть использован как на серверах, так и на домашних компьютерах, сетевых накопителях и других устройствах. Помимо инструмента резервного копирования, нам также понадобится инструмент, который позволял бы проверить успешность создания копии. Потому что в какой-то момент, допустим, что-то сломается, копии перестанут делаться, и вы даже об этом не узнаете. Поэтому самое важное настроить, в первую очередь, мониторинг успешности. Есть несколько вариантов проверки бэкапов. Многие делают, как создался бэкап, если вылетел с ошибкой, он шлет алерт, грубо говоря. А представьте себе ситуацию, когда сервер выключен, или его удалили, или его нет. То есть у вас нет скрипта, который, собственно, и пришлет вам этот алерт, поэтому вы даже не узнаете. Поэтому такой вариант нам не подходит. Собственно, мы будем делать как? То есть наш бэкап будет выполняться. В конце, если он выходит с кодом 0, то есть успешно, он делает курл в определенный URL. Вот. Соответственно, система мониторинга смотрит, что пришел курл, помечает, что сервис доступен. Если там в течение, допустим, дня, там суток, его не дергнули, этот URL, значит, бэкап не создался. Тайм Кума – это инструмент для мониторинга, отслеживания времени работы веб-сайтов и онлайн-сервисов. То есть вы можете мониторить им не только бэкапы, вы можете мониторить им все, что угодно. Ну, в основном он предназначен для мониторинга сайтов. То есть там, чтобы фиксировать определенный код, допустим, код 200 отдает у вас сайт, значит, все работает. И там очень удобно, там есть несколько попыток, чтобы не было лишних срабатываний ложных, когда там коннект какой-то не прошел. Вот, поэтому очень классная штука. Сейчас мы рассмотрим его. Итак, давайте начнем. Я подготовил три машинки в Волоке Крупп Софт 24. У каждой машинки внешний адрес. Вот, значит, бэкап, сайт и аптайм Кума. Давайте каждый раз смотрим. Первая машинка – это... Тут будет наше приложение. Вот мы развернем тестовое приложение, которое, собственно, и будем бэкапить. Вторая виртуальная машина – это с аптайм Кума. Это туда мы установим мониторинг, который будет отслеживать работу именно нашего сайта, который мы там развернем. И будет отслеживать работу бэкапа. Вот. Третья машинка – это как раз бэкап. То есть, куда будут литься наши бэкапы вот с первой машины. Вот. Я сделал все три машинки в облаке Крупп Софт, но рекомендую делать вам бэкап отдельно. В другом дат-центре, другого провайдера. Можно, допустим, в другой стране, в Хэтснере, к примеру. Вот. Потому что, как говорится, нельзя держать все яйца в одной корзине. Хоть и провайдер Крупп Софт очень супернадежный, то есть никаких проблем там на долгие годы нету, но все равно я рекомендую вот третью машинку другого провайдера. Так, чисто по опыту. Вот. Чтобы, если там что-то, не дай бог, там случилось, вы могли как-то восстановить это все дело без каких-то проблем. Вот. Поэтому давайте начнем. Так. Ну, значит, на виртуальных машинах стоит Ubuntu. Два КПУ, четыре. Диа, ну, для нашей задачи это вполне достаточно. Вот. То есть тут они, собственно, чистые. Тут ничего нету. То есть, если посмотреть. Ввести докер пресс. Говорит, типа, нету, установите. Ну, естественно, да. Нам нужно на три машинки установить докер. Вот. Ну, естественно, мы не будем таким образом это делать. Это все ставить. Вот. Есть более удобные способы, да. Через Ansible. Так. Вот я добавил сюда в хост имя третьих хоста. Ansible Playbook. Ну, у меня тут сокращенно все. Докер. Вот. Запускаем Ansible Playbook. Я его вместе вывожу на сайте Крепсофт 24. Ну, и, собственно, тут указываем, какие машины мы будем ставить в докер. Вот, собственно, вот этот Playbook я выложу. Вот. Указываем наши три машинки, потому что на всех будет использоваться докер. То есть, Uptime Kuma у нас будет в докере. Rastic Server будет в докере. Ну, и, собственно, сайтик какой-нибудь такой. Развернем через докер. Вот. Соответственно, указываем. Нажимаем. И ждем. Сейчас он на все три. VM установит последнюю версию докер и последнюю версию докер-компоуз. Установка завершена. Все окей. Никаких фейлов. Ничего. Вот. Можно тут посмотреть как раз вот. Что он делает. Вот у меня докер-файл. Собственно, вот, добавляет репозиторий. Устанавливает необходимые дополнительные пакеты. Вот. Скачивает ключи. Добавляет репозиторий докер, чтобы последняя версия была. Ну, и потом ставит докер-це, кли, контейнер-ди и вот докер-компоуз-плагин. Вот. Потом добавляет все это дело в автозапуск. И вот, единственное, еще я себе делаю алиации, чтобы не водить вот такие длинные команды. И тут вот у меня есть определенные алиации, которые позволяют, ну, будут быстрее работать. Ну, собственно, все такой простенький докер-компоуз-файл. Все. Собственно, переходим сюда у нас. И уже набираем то же самое. Все. У нас уже докер появился. Так, следующее, что нужно сделать всегда, абсолютно, после того, как вы развернули чистую машину, начинаете что-то оставить, это установить фейвол туда. Вот. Я использую UF по дубунту. Также у меня есть готовый антибл-плейбук, который позволяет мне его там настроить. Вот. Давайте запустим. Также укажем все наши хосты. Три. То есть мы на все три машины будем ставить фейвол. То есть все должно по умолчанию быть закрыто. Вот. Видите, тут у меня есть вопрос. Разрешите порт запретить? Ну, давайте разрешим на всех трех, потому что... Хотя нет, нет, давайте лучше запретим. А вот здесь вот на одном потом откроем. А все остальное, тот же Uptime Kuma, он должен быть тоже закрыт. Вот. Чтобы туда никто уже не мог попасть. Так что пишем false и ждем, пока он установит на всех трех фейвол. Вот. Почему фейвол важно? Потому что у любого приложения рано или поздно появляются какие-то уязвимости. Вот. У того же там Uptime Kuma, допустим, Monitoring или еще что-то. Или OSSH. Вот. То есть заходить на сервера нужно только с разрешенных IP-адресов. Вот. Для этого можно использовать, как я использую VPN. То есть вы подключаетесь к VPN, получаете какой-то static IP, вот, который не меняется. И с него разрешен, собственно, доступ на этот сервер. Вот. Соответственно, если как бы не в VPN, то зайти не можете. И, соответственно, никто не может. Поэтому это очень важно. Поэтому если у вас там какая-то уязвимость, там, в SSH нашли новую, да, вам не нужно там что-то быстро бежать, обновлять все это дело. Потому что у вас SSH и так закрыт. То есть до него не добраться, потому что у вас VPN. Ну и так же вот я еще дополнительно защиту делаю через deny-host. Host-awall call-deny. Вот. То есть запретить всем подключение SSH и разрешить там столько с определенных адресов. Вот, собственно. Ну это как бы избыточно, вот. Но бывает такая ситуация, допустим, при которой там взял кто-то фейвол отключил, к примеру, там, чтобы SSH оставался недоступен всегда. Вот, поэтому есть такой вариант, что использовать дополнительную безопасность. Вот, все. Пвуев остановили. Можно также зайти на какой-нибудь сервер и посмотреть. Вот у нас, видите, разрешен доступ к этому. И разрешен вот это forward, это в докер-контейнер, чтобы заходить. То есть если у вас там порт пробошен в докер-контейнер, вам нужно вот такое правило еще добавлять. Вот. Собственно, все. Фейвол установили, докер установили. Можно устанавливать теперь, вот, начинать с мониторинга. Для установки кумы мы будем использовать докер-компулс. Вот я как раз подготовил все необходимое. Вот. Ну, я, в принципе, сделал просто простой такой баш-скриптик маленький. Просто вы его копируете, вставляете и все, все установлено. Можно, конечно, делать через Ansible, но это не так часто нужно и не нужно на каждый сервер вставить куму. Давайте посмотрим, как работает. Ну, создаем папку. Я обычно создаю папку up, потому что ее... Буквы а нету в корне линукса и туда удобно заходить, там, нажимаешь cd и а, и сразу он тебе up. Поэтому в up. Вот. Далее мы создаем в этой папке папку для персистинговых данных кади и кумы. В чмоде мы создаем сеть кади. Так, давайте посмотрим. Значит, мы используем не сам кади, а кади-прокси. Вот. Для чего вообще нужен кади? В данном случае он выполняет две функции. Это, как бы, веб-сервер. Он выполняет первую функцию – это создание и поддержка SSL-сертификата. Вот. А второй момент – он позволяет нам ограничивать доступ к нашему приложению, там, допустим, вот, с помощью авторизации, там, basic, wav, ну, либо вот я использую только white-list, то есть, можно зайти только по белым адресам. Вот. Далее. Image. Никогда вы здесь не используете тег latest. Это неправильно, потому что даже опасно. То есть, да, заходите, там, на докер, когда вставите, там, в новом сервере, вот, нажимаете тег, находите тут последний нужный тег, там, да, вот, например, вот этот. Вот. Либо там Alpine можно использовать, такое более лёгкое. Вот. И, собственно, здесь всего меняйте, потому что, если вы будете white-list писать, да, удобно, как бы, он там у вас скачет последнюю версию, но возникнет какая-то проблема, что вы, там, допустим, будете потом переносить на другой сервер всё это дело, вот, там не будет этого образа, он скачает новый, а с новым образом эта старая система не запустится, потому что тут вот данные уже какие-то есть. Вот. И он, там, допустим, обновить как-то их, там, не сможет, вот. Ну, часто, допустим, с Postgres он так работает. То есть вы, там, используете Postgres 13-ый, там, скопировали все данные, на новый сервер запустили, а он не запускается, говорит, что, там, типа, не та версия. Вот. Поэтому здесь всегда прописываете тег конкретный. Вот. Далее, ну, чтобы это, если упало, запустилось. Порт 3, 80-ый порт необходим для получения сервера, 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 сервера. Ну, также 443-ый, можно через него получать, КАДИ тоже умеет. Вот. Вот. Эти парты придется открыть в фриволе, вот, чтобы туда мог залезть этот бот, уэсэнкриптовский, либо серверский. Вот. Дальше сеть. Сеть. Прокидываем докер, чтобы у него там права определенные были. Вот. Ну, и папочку с данными, где будут там лежать сертификаты, настройки, там, прочее. Далее идет AppTimeKuma, тут тоже самое, тоже заходите на сайт, там находите последнюю версию и так же выписываете. Вот. Тоже KumaData, вот мы ее создали. Вот. Здесь, там, внутри у нее чуть-чуть другой. Вот. И метки. Вот. Первая метка позволяет заходить в это приложение только вот с этих адресов, то есть это вот три наших сервера. Вот. И один VPN. То есть, когда я буду через Баузер заходить, я буду с этого адреса ходить. Когда будет сервер, там, делать push, он там будет заходить снова и с этого. Вот. Ну, остальным будет просто denied. То есть, там, ошибка показывается. Далее, нам нужен домен, по которому мы будем в Kuma заходить. Я использую, там, да, ну, таких тестовых целей, да, sleep.io. Если у вас там какая-то организация, там свой домен, там создаете под домен, на запись прописываете. Вот. И тут, как бы, будет ваш домен. Ну, и дальше вот он проксирует, там, вот эта Kuma на 3001 порте запущен только какой-то местный веб-сервер, вот, и вы проксируете. Вот. Единственное, нам, чтобы получить сервер, нужно сейчас вот открыть, там, вот эти порты через, на фриволе, вот, для всех. Ну, можно там либо открывать, чтобы посоздать, либо просто 80 открыть. Он все равно будет редиректить потом на 443, и там чужой человек, в принципе, не зайдет. Вот. Так что давайте сейчас откроем еще порты. Так, чтобы открыть порты, вот я тоже подготовил команды для UVF, вот он 80, 443 и разрешает проброс внутрь докера. Открываем, тоже вот на UpTime Chrome мы запускаем, вот он добавляет правила, все, собственно, после этого мы берем наш скриптик, ну, просто копируем его, вставляем, все, вот он создал сеть с ID, вот мы в папке, вот он создал папку kadi data, kumodata и docker compose. Вот наш, все запускаем и ждем. сейчас он скачает эти образы и запустит. и потом мы по вот этому домену, можно сразу скопировать, сможем зайти. Да, вот наш домен. Итак, у нас все установилось, стартануло, вот можно посмотреть. вот, запущено, это 3001 порт, ну и с kadi 2 прокрессируется. Вот мы берем наш домен, открываем браузер и заходим по нему. Вот у нас генерировался сертификат, let's encrypt, вот. Ну, kadi делает либо let's encrypt, либо zsl. Вот. И, собственно, вот у нас приветствует сетап, который говорит, там, типа, давайте создадим аккаунт администратора, давайте. Так, нам нужен логин, куда-нибудь сохраните, лучше дефолтный не использовать, там, админ или еще какие-то, потому что это позволяет подбирать логин и пароль, хотя у нас стоит защита, но все равно, мало ли что, какая-нибудь там система, поэтому, если вы хотите админ, ну, называйте админ вот так вот, допустим, пароль, ну, пароль, там можно генерировать, там, генератором, что-то тоже неважно. Вот, собственно, мы копируем, создать, все, вот у нас такая веб-интерфейс у AppTime.com, вот, есть такие настройки, тут можно добавить, вот, в настройках самое важное уведомление, вот, тут есть куча прям различных сервисов, ну, я вот использую, например, Telegram, вот, тут как бы создаете бота, пишите Telegram-бота, ID-чата и он вам присылает все алерты, вот, ну, и тут также, вот, он мониторит сельсексикаты, то есть, если у вас там осталось мало дней, там, 7 дней, он мониторит, ну, собственно, для, если вы используете в основном Let's Encrypt, то вам 21 день не нужен, то есть, там, 7 оставляйте, там, 7, 1, 2, нормально, вот, тут различные настройки, в принципе, не знаю, ну, в нашем уроке они не используются, поэтому нам достаточно того, что тут есть. Соответственно, вот, монитор HTTPS, это можно мониторить как раз наш сайт, указываем URL, он каждый, там, 60 секунд его долбит. Тут можно поставить, допустим, 5 попыток, 5 попыток он 200 код не получил подряд, и тогда он шлет алерт, вот. Собственно, мы будем использовать Push, вот это видите, пассивный тип монитора. вот, есть такой URL, вот, сгенерировался, и, собственно, нам нужно сюда обращаться с помощью к URL, допустим, вот, какое-то количество времени. Если, вот, мы не обратились, он также присылает OLED. Соответственно, если мониторик успешно, он будет дергать URL, URL будет зелененький, все хорошо, бэкап делается. Как только, там, вы выключите машину, там, к примеру, или, там, остановите бэкап, собственно, у вас Push не будет приходить, он какое-то время, там, подождет, там, количество попыток, и придет алерт, что бэкап не делается. Вот, и тем самым вы будете узнавать о том, что, вот, у вас бэкап сломался, то есть это очень важно. Ну, и обязательно проверьте через PostCheck, например, что ваша кума недоступна другим людям. То есть все должно быть закрыто. Ну, видите, не работает. Вот, адрес резолвит и не открывается ничего. Вот, то есть это очень важно, ну, потому что мало ли там какие-то уязвимости или еще что-то, все должно быть закрыто. Так, теперь нам необходимо установить на виртуальную машину RUCAS24 site, какой-нибудь сайтик, ну, вот, я для примера взял на Workpress, давайте его поставим. Значит, создаем директорию Workpress, создаем папки, делаем там права, создаем сеть CAD и вот дальше вот такой Docker Compose файл. То есть ставится CAD, он создает сертификаты и поддерживает их. Вот последняя версия на данный момент. Вот. Потом далее MyADB, тоже последняя версия на данный момент, одиннадцатая. И сам Workpress. Вот, версия 6.2.2 с PHP 8.2 и Apache. Собственно, вот здесь у нас открыты порты. Нужно будет как раз вот на виртуальную машину разрешить доступ по извне со всех адресов. Давайте это сделаем. Есть. Так, далее. Смотрите, я делаю часто не через волюмы, а с помощью вот создания папок локальных, вот, которые лежат вот непосредственно в папке Workpress. Ну, чем это удобно, да? Если вы хотите там мигрировать на другой сервер, вы просто все останавливаете, копируете вот эту папку и на другом сервере запускаете. Так же и восстановление с бэкапа происходит. То есть там папку восстановили и все, у вас все работает. Вот. Если использовать волюмы, нужно выковыривать там их из var, lib, docker. Там айдшники меняются, надо пересоздавать волюм. В общем, там возникает куча проблем. Поэтому вот такой способ удобнее и, в принципе, никакой разницы нет. Вот. Поэтому вот так вот. Далее устанавливается db, MariaDB. Это типа аналог msql ответвления. Вот. Ну, все то же самое, да. Вот здесь можно задать пароль от root user, название базы, юзера для базы, которая будет использоваться, и пароль. Ну, тут стоит дефолтный. Мне рекомендуется, конечно, там поставить какие-то пароли нормальные. Вот. Не дефолтные. Вот. А вот здесь как раз в WordPress указывается хост. Это вот он. И указывается вот имя юзера, имя базы и пароль. Далее вот метки SCABI. Значит, это домен. То есть у вас какой-то свой будет. Я использую для тестов вот с SleepReel. Вот. Значит, этот сайт направлять на 80-ый порт. Вот. В этот контейнер. Вот. Ну и вот дополнительно поставил еще одно правило, чтобы с VVV он редиректил на без VVV. Потому что есть до сих пор какие-то странные люди, которые набирают сайт в интернете там в браузере, начинают VVV писать. Вот. Такие люди есть, да. Поэтому вот приходится еще дополнительно для них вот делать такую вот историю. Вот. Собственно, все. Копируем. Вставляем. Вот. Создавать сеть. Вот. Смотреть. Создали все необходимые папки, в которых будут данные храниться. И запускаем. Вот. Пули CDB. WordPress. Каби. Вот. Параллельно. Все. Ожидаем. Установки. Так. У нас. Установка завершилась. Все. Все оба заскачались. Из них создались контейнеры. Запустились. Вот. Можно посмотреть. Вот. Кади. База данных и WordPress. Вот. Собственно, вот. Если мы перейдем. по нашему УРУ. Вот. Мы можем увидеть все. Создался сертификат. ЗРССЛ. Вот. И нам предлагают продолжить установку. Выбрать тут. язык. Вот. Язык. Название сайта. Теста. На этом можно. Май. Сайт. Для теста. Имя пользователя. Лучше избегать всяких пользователей. Типа админ. Там. Если хотите там. Ну. Можете какое-нибудь. Такое сделать. Чтобы уменьшить вероятность пароля. Пароль подбора. Вот. И пароль. Можно использовать предложенный. К примеру. И какой-нибудь e-mail. Вот. Закрыть от индексации. И вот. Установить WordPress. Все. Ждем. И он установит. Все. Теперь можно. Вот. Войти. В. Собственно. В. Личный кабинет. Да. Вот. Все. Мы вошли. Собственно. Если. Просто. Пароль зайти. Вот. Можем. Видеть. Что. Мы загрнули сайт. Все. Зачем. И. Как раз. Вот. Хотел. Еще. Показать. Что. Вот. По. Этому. Домену. То. Он. Для него. Тоже. Сель. Сертификат. Сделан. Чтобы. Ошибка. Не выдавалась. Вот. И. Он. И. Директит. Вот. На. Обычный сайт. Собственно. Все. Сайт. Мы. Развернули. Собственно. Сейчас. Будем. Бэкапить. Как раз. Его. И. Базу. Данных. Ну. Для начала. Можно. Добавить. Его. Тоже. Мониторинг. Чтобы. Отслеживать. Состояние. Сайта. Что. Работает. Для того. Чтобы. Добавить. Мониторинг. Мы. Переходим. На. Наш. Мониторинг. Вводим. Также. Логин. Пароль. Заводиниться. Вот. У нас. Тут. Нет. Мониторов. Мы. Берем. Название. Вот. Тоже. HTTPS. И. Вот. Частота. Опроса. То есть. Можно. Там. Каждые. 60 секунд. Ну. И. Попыток. Если. Ставите. Пять. Попыток. Подряд. Должно быть. Недоступен. И. После этого. Придет уведомление. Алерт. У нас. Не установлено. Потом. Зайдите. Телеграм. У вас. Будут приходить уведомления. Также. Можно поставить галочку. Чтобы. Если сертификат. По какой-то причине. Там. Заканчивается. Он. Заранее. Вас. Предупреждал. Нажимаете. Сохранить. Все. Вот. Он. Первую. Попытку. Сразу. Сделал. Получил. 200. Собственно. Вот. Будет. Каждые. 60 секунд. Проверять. Вот. Это. Мониторинг. Именно. Сайта. Но. Мы. Ставили. Мониторинг. Не. Для. Мониторинга. Бэкапов. Чем. Как нас сейчас займемся. Давайте. Теперь. Приступим. К. Установке. И. Настройки. Нашего. Сервера. Бэкапов. Так. Теперь. Установим. На. Виртуальную. Машину. Рук. С. Бэкап. Как раз. Рестик. Сервер. Есть. На. Гитхабе. Ну. Либо. Вот. Они. Выкладывают. В. Докер. Образ. Предлагают. Ну. Тупо. Вот. Запускать. Не. Будем. Я. Подготовил. Ансибол. Плейбук. Для. Установки. Соответственно. Вот. Давайте. Посмотрим. Будет. Устанавливаться. Вот. Докер. Компоуз. Вот. Для начала. Вводим. Хост. Запрос хоста. Вот. Как раз. Мы будем. Ставить. Вот. Суда. Далее. Ставится. Необходимый. Софт. Вот. Вот. Для того. Чтобы. Хотя бы. Этот. Уров скачать. Там. Курла. Скачивается. Последний. Бинарник. Рестика. Не сервера. А именно. Рестика. Он. Нужен. Для того. Чтобы. Мы могли. На. Хостовую. Машину. Подключать. Вот. Эти. Репозитории. Уже. Рестика. Чтобы. Посмотреть. Какой-то файл. И прочее. Чтобы. Заходить. Внутри. Контейнера. Которого. Там. Допустим. Нету. А на хосте. Скачивается. Распаковывается. Ну. И. Собственно. Копируется. В. В. Удаляются. Лишние. Файлы. Файлы. Далее. Мы. Создаем. Уже. Для. Рест. Сервер. Папка. Дата. Тут. Будут. Как раз. Храниться. Наши. Репозитории. Далее. Мы. Создаем. Аштаб. Пассворт. Это. Для того. Чтобы. Файлы. Которые. Через. Бэкап. Они. Требовали. Пароля. Не. Бэкап. Да. Там. А. Именно. Чуть. Дальше. Покажу. Вот. Далее. Сдм. Файл. Докер. Компус. Вот. Указываем. Туда. Вот. У нас. Как раз. Последняя. Версия. 0.12.1. Будет. Называться. Контейнер. Рест. Сервер. Внутри. Он. Слушает. Восьмитысячный. Порт. Там. Веб-сервер. Работает. Снаружи. У нас. Будет. 64100. Вот. Монтируется. Папка. Дата. Внутрь. Вот. Ну и. Собственно. Тут указано. Как раз. В команде. Какая папка будет использоваться. Вот. Далее. Устанавливаем. Еще какие-то модули. Необходимые. Там. Для него. Питоновские. И. Запускаем. Вот. Собственно. Все. Давайте. Попробуем. Выполнить. Это. У нас. Называется. Рестик. Сервер. Запускаем. Вот. Он спрашивает. Видите. Хост. Собственно. Мы. Будем. Ставить. На хост. Бэкап. Который. Специальный сервер для бэкапов. Вот. Как я уже говорил. Желательно делать его. Ну. В другой инфраструктуре. В другом облаке. Чтобы. В случае чего. Там. Заблокировали вас. Там. За неуплату. Или еще что-то. Что случилось. Доступа к серверу нет. Каким-то причинам. Там. Допустим. Заблокировали. Чтоб у вас всегда. Да. Был. Доступ к вашим бэкапам. Вот. Единственная еще. Такая есть рекомендация. Там. Моя личная. Если вы там. Выходите там. На сервера. По ключам. Да. Как я. Там. Допустим. Допустим. Вот. Для этого сервера. Какой-то отдельный ключик. Там. Создать. Вот. Потому что. Если допустим. Сервер будет скомпрометирован. Там. Или у вас украли ключ. То есть. Он. Ну. Звумышленник. Может зайти на сервер бэкапов. То есть. Нужно сделать так. Чтобы он. На сервер бэкапов. Никак не мог. Зайти. Либо там. Отдельный. Какой-то VPN. Для него. Делайте. Там. Чтобы. Можно было. Только. С этого VPN. Зайти. Вот. Либо. Ну. Лучше. И то. И другое. Чтобы. Повысить. Безопасность. Скажем так. Давайте. Дождемся. Пока. Он. Внутри. Создал. Папку. Создал. Папку. Создал. Папку. С данными. Как раз. Права. Я сделал. Чтобы. Лучше. К этому серверу. Никому. Лишнему. Доступ. Не давать. Потому что. Здесь. Бэкапы. Самое важное. Давайте. Посмотрим. Сейчас. Запустит. И. У нас. Собственно. Выбок. Вот. Тем самым. Вот. Этот. Ямл. Файл. Ансибла. Позволяет. Просто. Быстро. Раскатать. Другой. Просто. Ввел. Хост. И у вас. Устанавливаются сервер. в принципе с одной стороны это такая одноразовая процедура вам же не нужно там много серверов вот ну я сделал для удобства вот соответственно снаружи порт 64100 внутри 8000 соответственно если вы там даете доступ к какому-то уровню да вот вы должны разрешить ему 64100 а вот здесь вот как раз 8000 порт то есть вот так будет если хотите там всем разрешить доступ ну конечно так делать не нужно все сервер готов теперь нам осталось наш сайт забэкапить собственно этот сервер так прошло уже около 30 минут нашего урока но мы так и не начали создавать бэкап поэтому давайте уже все-таки начнем для этого нам понадобится также ansible playbook вот я подготовил который позволит нам в принципе введя там несколько параметров настаивать оба сервера сервер клиента и сервер бэкапа давайте рассмотрим для начала он спрашивает видите сервер клиент это чтобы копим то есть мы вводим вот это далее сервер бэкапа мы вводим сервер бэкапа время вот то есть вы там у вас несколько серверов там ну нужно разбить да чтобы снизить нагрузку там на диски и на прочее на сеть ну в разное время вот ну там ниже скрипт будет записывать что у вас сколько делается вот эти поэтому все эти введенные параметры они там есть вот и дальше нужен push oil то есть после того как бэкап сделался он будет дергать oil определенный сейчас тоже создадим вот соответственно дергаться не будет то как бы он будет выдавать ну алерт что бэкап не сделался вот так далее вот идут таски обновляется кэш чтобы последние там эти пакеты прилетели репетритории далее установим необходимый софт также вот как на рестик сервере там того чтобы скачать использовать рестик вот скачивается последняя версия бинарника копируется собственно в юсер бин ну и ставится права чтобы она выполнялась вот далее это мы находим переменную запихиваем переменную адрес бэкапного хоста вот далее мы генерируем случайный пароль для репозитория тут два пароля как раз вот я говорил один пароль это чтобы открыть репозиторий а другой пароль чтобы передавать через рестик сервер данные вот поэтому нужно два вот собственно вообще вся эта история бэкапная делалась больше не для того чтобы там просто сделать бэкап а больше для того чтобы там уменьшить шансы до злоумышленника там вообще забраться что там происходит вот поэтому тут дальше там пойдут достаточно такие спрятанные вещи то есть там вместо крона используется системы таймеры то есть там анализ сервера кто-то будет делать он там сходу не найдет просто что вообще какие-то бэкапы делаются вот дальше я как раз расскажу про это так значит вот генерируем два пароля один кладем собственно на сервер бэкапов вот с правами вот 600 рутовый вот потом нужно подождать пока там сервер его увидит вот и создаем репозиторий вот рестик нет вот собственно у нас такой получается далее вот я сделал чтобы создавался файлик на локальном компе ну где все прописано чтобы ну это нужно будет потом сохранить да то есть тут будет адрес сервер куда чтобы копиться и пароли и время бэкапа вот то есть можно потом или сюда вот это нужно хранить потом зашел на какой-нибудь контейнере допустим в кипасе да чтобы это не в тексте не в текстном документе было вот чтобы можно было потом в случае чего бэкап расшифровать потому что зашел в виде находится и просто так его нельзя расшифровать нужен именно пароль далее нам понадобится юзер от которой мы будем делать бэкап и вот тоже такого создаю юзера не очень понятно было просто системный вот тоже генерируем пароль ставим уж но один чтобы он там не мог логиниться вот и там будет кэш у него вот тоже в папке вар кэш вот я заехал ему и там будет кэш когда он будет бэкапить сюда будет складываться вот далее вот опять таки да мы прячем наш бэкап да я его обозвал просто вот файл с доступами да где лежит пароль к репозиторию к удаленному систем дэрест чтобы не очень понятно было там полно всяких таких файлов систем дэр и вот типа это рест рестик вот далее добавляем файл для алертов рест а тоже витрисе тоже с названием систем дэр можете там в любой принципе название давать ну я такое делал вот здесь нужно написать ваш токен чатайди ну я сделал аллерг с помощью телеграма вот это в принципе вот используется только когда делается бэкап то есть если бэкап там выполнится с ошибкой то есть вы тоже об этом узнаете вот ну и также если пуш не пришел узнать но просто если не пришел пуш вы там узнаете позже а тут вы узнаете сразу чтобы к просто вылетел какой-то причине вот далее нам необходимо разрешить доступ с этого сервера да на этот соответственно нужно подписать разрешающее правило вот собственно внешний порт у нас 64100 и вот он для адреса ну вот этого разрешает доступ сюда только по этому порту то есть зайти отсюда с этого сервера или с этого сюда по ssh невозможно то есть там закрыто все то есть можно зайти только через vpn вот ну и собственно вот чтобы внутрь докера попадать тоже нужно открыть порт точнее разрешить порт восьмитысячный это вот уже чтобы внутрь докера была далее вот добавляем службу systemd тоже я так назвал запихал чтобы ее сложно было найти вот systemd с там тоже полно названий служб systemd непонятно что это бэкап просто вот то что если вы там даете доступ к разработчику допустим на сервер да он может там начать лазить если у него там будет доступ к докеру там в группе докер он там еще какие-то права будет иметь он начнет там смотреть что там вообще есть лучше не давайте вот но если все-таки вам приходится то вот как бы нужно максимально шифровать что у вас какие бэкапы делаются далее вот юзер который будет делать бэкапы соответственно вот такие права ему нужны чтобы делать бэкапы больше никаких прав не нужно вот это достаточно чтобы сделать бэкап всех файлов так далее смотрите значит вот наш бинарничек который мы поставили выше спускается что вообще бэкапить ситуации там разные бывают да вы можете бэкапить там ну папку ап имел если вы уверены что только только там у вас ну можно там холм бы копить еще какие-то папки бы копить я просто сталкивалась такой ситуации когда работчик сделал там докер контейнер вот сделал там волюмы для него вот эти все там все окей но он забыл добавить какую-то папку там в качестве волюма и собственно ее бэкап не делался потому что ее нету там вот и соответственно после пересоздания контейнера у нее там все файлы погибли вот где мои файлы вот а файлов нету потому что вот он не увидел что у него пишется там определенную папку и нужно выносить как персистим волюм вот но так как я делал бэкап всего сервера да у меня я смог достать там из папки варглит докер контейнер да то есть вот в какой-то папке тут были эти файлы и собственно удалось достать поэтому я если вот вам не жалко место я рекомендую делать бэкап всего сервера там лучше исключение да вот так же какая-нибудь папка важная добавилась тут зашел там создал в корне там какую-то папку там май да и все то есть как бы а вы не бэкапите потому что вы не знаете о ней вот соответственно вот у меня сделано так что я исключаю там какие-то левые ненужные папки вот если у вас там какой-то другой linux тут у меня ubuntu 22 вот ну я так посмотрел какие вот совсем не нужны да там всякие вот непонятные папки типа prod там sys run там где не содержится никаких файлов таких вот прям важных usf в принципе тоже не нужна там всякие бинарники и прочее вот соответственно вот бэкапит он все кроме вот этого соответственно вот вы можете тоже там экскудить что-то что не нужно вот соответственно есть у вас там какой-то есть слов тоже волчь исключать потому что лучше его там конечно куда-то пихать сразу какую-то папку там и вот и исключать здесь вот дальше environment файл это где подключение лежат наши все эти крестику вот а дальше вот идет когда все это останавливается он поверяет код доступ код ошибки да вот я написал если там не 0 и не 3 то есть ты там бывает какие-то файлы изменились там и вот он выдает ошибку что типа бэкап не успешен то есть не 0 не единичка да вот именно трешка принципе нормальный код ну в данном случае вот потому что там есть даже база да она там активно пишет и рестик может моему какой-то момент не забэкапить правильно то есть базу мы ну я покажу сейчас позже как бы как бы копить базу вот и собственно далее вот он если все окей там он делает курл в наш курл который там выше мы задаем если там вылетает код ошибки 1 там или что-то он ну курл этот не делает ну и плюс вот alerted telegram вот таким образом там через вот этот файл там где прописано вот дальше добавляется таймер опять-таки чтобы скрыть пребывание создание бэкапа я сделал это не через крон да где можно там просто зайти на сервер там крон тап нажать и увидеть там отсюда под рутом что у вас там какие-то кроны есть там которые бэкапы делают там соответственно в нем пароль там и прочее вот поэтому вот лучше делать чтобы скрыть максимально лучше из таймер делать вот также тут прописано время во сколько делать это вначале задается в принципе чего он просто запускает вот этот сервис в это время запустил и все и вышел а этот отработал тоже вышел вот автозапуск хаймера так далее добавляем на сервере бэкапов уже тоже скрытый файл вот этот в dcc system rest это нужно для очистки нашего репозитории проверки то есть мы сдаем какое-то время тут вот у меня стоит вот как раз через крон это уже на сервере бэкапов да то есть там уже просто сюда будут в этот файл постоянно добавляться вот эти задания с вашими бэкапами очисткой вот что он делает он принципе просто проверяет все ли в порядке с этим бэкапом и можно указать сколько хранить вот соответственно вот дневных семь там недельных четыре месячных шесть там вы можете свои какие-то числа тут поставить вот и потом он очищает то есть у вас там бэкапов стал дневных восемь вот эта команда уже чистит их вот ну и соответственно тут выставляется время во сколько эта операция происходит вот у меня днем стоит потому что ночью бэкап в основном делается ночью вот ну и тут тоже есть проверка если что-то пошло не так там он не смог прочитать репозиторию или еще что-то но это тоже вот понятно что бэкап сломанный да то есть много много проверок везде как бы на успешность вот он в telegram отсылает хост айпи там какой бэкап именно с ошибкой ну а потом уже заходите на сервер с бэкапами и смотрите что у вас там и ошибки там прочее почему он может выдавать ошибку если бэкап еще делается то есть там лог файл висит и он не может там очистить как вот собственно весь скрипт вот запускаете и выбираете вот у меня еще сделано вот у меня просто алиас б я нажимаю б и он запускает этот бэкап вот ну давайте попробуем сделать бэкап нашего сайта все готово начинаем бэкапить нажимаем b так вот он спрашивает сервер клиента это сервер который мы бэкапить будем вот у нас сервер сайтом сервер бэкапа это сервер куда мы будем бэкапить то есть у вас там несколько можно там разные указывать там бэкап 1 бэкап 2 у нас сейчас он один всего далее это время в который мы бэкап им на давайте там и вот тут нужен пушку то есть после бэкапа если все успешно пошло он будет делать пуш соответственно нам нужно зайти в нашу куму добавить новый монитор выбрать тут тип пуш и мы получим как раз вот здесь вот вот можно указать имя сервер бэкап например и название чтобы было понятно вот далее частота опроса это как часто нужно ждать дергание этого урла соответственно если у нас бэкап 1 сутки происходит то можно поставить 100 тысяч секунд сколько в минутах даже часах 27 часов да то есть грубо говоря если у вас бэкап сутки вы ставите 100 тысяч секунд то есть в течение 27 часов не придет пуш то бэкап будет считаться не успешным не успешным вот то есть мы копируем этот урл вот что попыток это в принципе можно ноль поставить ну лучше поставить чтобы лишнее срабатывание добывает иногда что там не прошло или долго делался он как-то хоть не спамил да там что постоянно когда у вас там тысячи серверов чтоб не было спама никакого все тут пусто тут будут появляться собственно зелененькие штучки когда происходит пуш когда не происходит будет там желтая или красная когда красная уже все будет оляг вот соответственно мы этот урл вот этот вставляем вансибл туда он добавится у нас на сервер бэкапа точнее на сервер где бэкапится вот запускаем и собственно ожидаем вот он на первом сервере как раз где у нас сайт сейчас будет все устанавливать то есть он поставит там как раз рестик вот он сначала он обновляет кэш это apt get update по сути и потом ставит вот необходимый софт мы как раз дошли до этого шага ожидаем в принципе да пусть ставит я пока при увидел так настройка обоих серверов завершена давайте посмотрим вот у нас сервер бэкап рестик сервер вот папка дата у него да вот видите он создал папку названием нашего сайта ну и тут всячески у него файл файл позже посмотрим и создал вот как раз файл с паролем вот это как раз пароль в зашифрованном виде вот как раз нужно для того чтобы передавать с того сервера на этот собственно собственно бэкап вот но это не пароль от самого репозитория то есть пароль от репозитория еще там отдельный сейчас дальше покажу вот здесь он установил крестик да вот собственно и создал все необходимые файлы давайте сейчас посмотрим так значит давайте вернемся сюда начнем отсюда идти бинарник вот есть все есть да вот это я показал это на сервере бэкапов да вот этот файл есть создался далее идем репозиторий вот он как раз в папке дата тоже создался далее вот он добавил как раз файл вот мой локальный да данные необходимые вот можно его открыть посмотреть вот как раз бэкап сервер где лежит бэкап его адрес клиент это это как раз сайт который мы бэкапим название репозитория http password это для передачи с этого сервера на этот бэкап и пас от репозитория это необходимо чтобы когда мы монтируем репозиторий вот как раз ул вот таким образом сейчас я чуть позже покажу можно на любом сервере да его премонтировать ну если доступ в эту сервер сервер бэкапа есть либо на самом сервере бэкапа вот и собственно зайти в файл систему забэкапленных файлов ну и время во сколько он бэкапит так далее далее пользователь добавлен вот файл с доступами это на сервере на этом вот как раз этот ht3 паспорт пароль вот этот чтобы заливать туда файлы и собственно пароль от самого репозитория чтобы шифровать этим этим паролем шифруется как раз репозиторий далее вот такой файл создался это для алектов он тоже вот на сервере сайт вот ну если в скрипте ваш токен и чат-ид можно высылать чтобы он этот скрипт дергается в случае неуспешности создания бэкапов так далее это доступ к серверу да чуть позже проверим да вот он добавил службу службу добавил тоже на сервер на этот вот ваншот тип ну то есть один раз она отработала и вышла то есть она не запущена постоянно и вот как раз тут бэкапим все кроме исключительных этих и используем вот этот environment файл где у нас рестик password рестик репозитори указан ну и дальше вот он видите будет выполнять курл этого адреса после бэкапа сейчас мы чуть позже запустим бэкап так далее таймер таймер это место крона в принципе то же самое просто запускается определенное время служба вот ну в данном случае у нас 2.0 далее это вот уже выполняется на сервере бхост то есть на бэкапном этот файлик можно посмотреть вот тут что он делает да он берет этот пароль от репозитория и проверяет его проверяет и потом чистит ну единственное да тут видите на сервере бэкапов вам придется хранить пароль вот ну либо если вы там боитесь там то очищать вручную то есть заходите вводите руками пароль и очищайте вот в принципе чистка она не так часто нужна то есть можно там в этом раз в месяц зашел удалил там старые бэкапы тем более они мало весят за счет того что принцип работы рестика как раз в том что он дописывает то есть там используется дедупликация вот если у вас там файлы практически не изменились у вас там новый бэкап и ничего не будет весить даже если оригинальный бэкап терабайт да то второй бэкап у вас там может быть 10.0 вот ну и собственно вот да добавился кронтаск который просто дергает этот файл ssh script который в принципе как называется как conf вот можно посмотреть да вот дергает вот можно попробовать запустить вот ну и тут какую-то определенную информацию выдает что вот оппозиторию ну пока у нас ничего нету вот давайте сейчас запустим бэкап и посмотрим бэкап по идее запустится сам в 2 часа ночи ну давайте запустим пораньше вот я подготовил тут несколько команд можно посмотреть вот статус например вот вот неактивный его запускает вот триггерит таймер вот соответственно можно там службу подредактировать вот если там что-то у вас хотите там другое там что-то экскуд сделать там или клуб короче вот далее ну если вы подредактировали вам нужно даймон или лад делать запустить просто стат запускаем ну и собственно ждем обратите внимание тут вот перед запуском стоит пробелчик вот когда стоит пробел Ubuntu он не пишет это в history поэтому как бы старайтесь бэкапы там не светить нигде что вы там бэкапы делаете пусть там никто об этом не знает лишний раз поэтому добавляйте пробел в начале вот давайте перейдем посмотрим меняется ли папка вот видите уже 34 мегабайта данных ну естественно они тут хранятся в качестве репозитории а не в качестве ну просто как rsync да как файлы системы вот нужно немножко подождать в зависимости от размера допустим вот допустим сколько у нас сколько сейчас вот у нас достаточно прилично 9 гигабайт но это наверное вот swap этот бэкап мы его не исключили давайте немножко переделаем чтобы он не бэкапил а вот видите вверх нажимаю а не могу выбрать то же самое так ну вот у нас exclude и exclude равно и вот название файла вверх вверх на вверх обычно лежит там где-то в другом месте где ну а в кузере вообще не используется не здесь так вот мы предректировали далее нам сделать чтобы перечитался вот и давайте еще раз допустим вот и посмотрим тут размер пошел увеличиваться вот соответственно у нас тут 9 гигов минус 4 ну 5 гигабайт всякой вот в принципе можно сказать ненужной фигни но оно станет немного меньше вот ну и плюс при партонном там бэкапе у вас будут ну там всякие образы то есть на самом деле можно что-то достать там лучше бэкапить все если позволяет место вот давайте дождемся посмотрим пока еще 82 в общем ждем итак бэкап выполнился вот собственно не выдал никаких ошибок можно посмотреть объем да вот видите получилось 1.6 гигабайт ну при том что у нас в принципе где-то в районе пятерки при этом если мы второй раз запустим он особо не увеличится бэкап вот можно посмотреть логи вот собственно да вот он 3 гигабайта за бэкапе и выпал у него получилось вот 91 тысяча файлов снапшот такой-то сохранен все выполнена успешно и вот он как раз октру это вот результат который выполнил вот видите зайти можно увидеть что вот он его дернул вот собственно если давайте еще раз попробуем этот же бэкап запустить второй раз он должен быстрее намного сделаться потому что там кэш создался и файлы вот уже видите тут новых директорий новых файлов вот количество измененных он все это отслеживает о видите как второй раз быстро там первый раз долго но конечно скорость зависит во множестве от сети от скорости дисков от процессора вот вот второй раз вот видите 10 файлов изменилось в системе остальные не изменилось и вот собственно он 7 мегабайт долил в репозитории которые заняли 300 килобайт вот и собственно вот он второй раз дернул видите уже два появилось соответственно когда за этот период не дернут два раза здесь попыток один сначала желтенькое будет тут через 100 тысяч секунд и через еще 100 тысяч секунд будет красненькое это вот вот тем самым вот таким образом мы сделали бэкап добавили его ежедневное задание которое выполняется в 2 часа ночи вот но есть нюансы у нас используется wordpress здесь ну это директория бэкапится тоже по дефолту и здесь используется база данных myadb вот в большинстве случаев конечно если там нагрузка небольшая нет куча операций записи ну если вы забэкапите просто тупо вот папку вы потом ее восстановите на другом сервере и у вас все запустится но если там постоянная запись в базу идет то возникнет такая ситуация что файлы в этой папке окажется неконсистентными потому что база меняется постоянно поэтому базу данных нужно бэкапить отдельно вот мы сейчас тоже я вам покажу как это сделать итак вот наш скриптик для бэкапа mysql вот давайте сейчас его сделаем вот тут я вынес специально отдельно переменные необходимые первое контейнер name то есть это из какого контейнера мы будем бэкапить то есть у нас mysql нужно вот найти название вот оно оно будет вот таким дальше какой у нас юзер и пароль юзер и пароль можно посмотреть в Docker Compose файле вот наша наш контейнер с базой вот рутовый паспорт вот сюда вставляем далее директория с бэкапами ну можно так же какую нибудь ее спрятать назвать ее etc system d там m например дальше это токен бота telegram и чат-ид куда слать алерт в случае ошибки при бэкапе и вот URL куда будет долбиться скрипт в случае того что бэкап успешно создался соответственно нам нужно опять зайти в куму и добавить вот видите у нас сервер бэкап также выбрать push и вот здесь указать не сервер бэкап а допустим mayscrewed бэкап также можно указать 100000 чуть больше суток ну и одну попытку вот и вот мы получили вот этот URL соответственно если скрипт по какой-то причине перестанет выполняться или что-то там случится то есть код ошибки будет там не нулевой вот тогда не будет дергаться этот URL и соответственно мы мы получим алерт что типа скрипт не выполняется вот этот URL необходимо ставить сюда собственно все вот далее он создает директорию бэкапов если ее нету и для каждого можно как бы конечно указать конкретный контейнер конкретную базу данных какую бэкапить я на всякий случай просто вот делаю show database показываю ну там убираю ненужные и он бэкапит все базы которые там в этом контейнере есть вот так как у нас пользуются не mysql 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 они в 11 версии уже выпили окончательно команды mysql можно использовать только команды mysql вот db это для того чтобы list database сделать а это для того чтобы дампить и она в цикле то есть каждую базу он дампит и зипит вот если код ошибки не ноль он шлет telegram ошибку вот далее если все все вот эти выполнились окей он как раз ну делает URL ну и далее делает права на бэкап директорию 600 чтобы кроме рута там никто не мог туда зайти забрать от бэкап вот соответственно потом мы делаем этому файлу вот кстати этот файл ну типа скрипт тоже спрятанный делаем ему чмот чтобы можно было выполнять только рутом его вот и запрещаем остальным юзерам группам ну и собственно добавляем его в крон вот чтобы он выполнялся вот у меня стоит час ночи соответственно час ночи там сделал бэкап базы а в два часа ночи запускается бэкап уже с рестика соответственно у вас как бы он станет как файл да там зипованный база данных и рестик ее уже переложит на сервер с бэкапами вот ну собственно тут у меня скрипт вот да начинается так же с пробива чтобы в хистере не оставался ничего вот собственно просто вот выберем копировать вставить все то есть если вот сделать кронтап вот все скрипт создался можно его просто запустить запускаем скрипт там ждем некоторое время все ок тыл о видите дернулся уилл вот он только что но поэтому все ок ну и собственно вот наша директория с бэкапами ну вот тут две бэкапы два файла да с бэкапами вот как раз наш WordPress и MySQL там всякие юзеры и прочее тоже можно бэкапить чтобы потом восстановить если что соответственно если вот делать так можно посмотреть вот MySQL и вот тут все наши данные все окей вот ну и соответственно в два часа ночи запустится бэкап рестиков с русским и он эти файлы также туда утащит соответственно у вас как бы есть теперь полный бэкап консистентные файлов и базы данных давайте теперь удалим наш сайт вот мы проверим что все работает все открывается сайт мониторится вот можно поставить тут 30 секунд где попытки так собственно ну к примеру произошло что вы на этом удалили вообще эту папку с сайтом вот мы удалили ну контейнеры там памяти крутятся давайте их убьем все убили нету больше у нас ничего проверяем собственно сайт больше не загружается и мониторинг нам тоже показывает что вот недоступен то есть 343 порт не слушается ну собственно у меня стоит тут две попытки после двух попыток он уже будет слать аллерг вот два раза желтенькая то есть следующая попытка недоступность и будет аллерг вот допустим если вы настроите в телеграмм или еще куда то тут много видов вот ну соответственно бэкап будет продолжаться делать делаться вот давайте теперь восстановим из резервной копии наш сайт и запустим вот снова проверим сейчас дождемся тут аллерг как раз через 30 секунд да вот все но теперь он уже точно говорит что он недоступен так для восстановления переходим на сервер собственно если у вас вот этот сервер погиб ну то есть его больше нету то заходите на какой-то другой и разрешаете доступ к серверу бэкапов снова сервер ну у нас тут уже разрешено вот соответственно вам необходимы доступы вот здесь они записаны как раз вот в этом файле да это вот как раз пароль и репозиторий собственно вот эта информация как раз она хранится при ну при создании бэкапа да вот в текстовом файлике где я показывал ну так же на сервере в этом файле вот соответственно нам нужен сам рестик можно допустим help почитать вот собственно нужна опция add рестик и потом вот нам необходимо вот этот oil далее mount и куда монтируем ну можно это получается вы примонтировали удаленные позитории что нужно вам скопировали и потом его отмонтируете вот соответственно вот это пароль от самого репозитория а также он требует пароль чтобы передать для передачи данных это вот как раз вот этот пароль нажимаем вот он говорит типа откройте другое окно вот дублируем вкладку и заходим папочку моноте вот тут соответственно всячески различные файлы нам интересует папка snapshots вот видите у нас три бэкапа сделалось один ручную и два каждую ночь ну можно зайти в waitest как обычно хорошо символьная ссылка стоит и вот собственно наши все файлы нашего сервера нам нужна папочка апп соответственно копируем ее туда же где она была сайт недоступен все окей копируется она чуть дольше потому что это как бы подмонтировано по сети по сети и это не не вокальная какая-то история все скопировалось вот кстати насчет удаления файла да вот можно давайте попробуем зайдем в какую-нибудь папочку местную кэш что-то есть тут и попробуем все там удалить какой-нибудь файлик вот видите return file system то есть это удаленный бэкап он только на чтение то есть мы мы можем в него добавлять только файлы и все мы не можем ничего делать удалять еще что-то вот папочка скопировалась выходим отсюда вот она у нас wordpress заходим wordpress и запускаем собственно все мы восстановили удаленный сайт соответственно мониторинге сейчас должен ожить когда проверка пойдет будет доступна сайт восстановлен а единственный момент с базы данных если каким-то причинам она не спускается то есть скопировалась в момент там файлы изменялись то есть стал неконсистентный то мы должны восстановить из файла вот из этого да вот у нас есть файлик с данными то есть скопировать его можно вот сюда на эту на эту на этот контейнер ну и собственно просто нажать там mysql и восстановить и тогда она восстановится из этого дампа собственно все потом мы выходим стопшотов обязательно и вот здесь нужно ctrl c нажать чтобы она отмонтировалась иначе если репозиторий подмонтирован то он не будет там обновляться он будет только на чтение соответственно бэкап ночной не пройдет вот можно кстати даже попробовать подмонтировать да и запустить бэкап ну вручную вот как я и говорил и он должен на ошибку использовать ну там правда таймал определенный сейчас он будет долго думать но сам факт всегда отмонтируется скопировали что вам нужно и отмонтировались да да смотрите да вот он ошибку дает соответственно нужно отмонтировать всегда ну и самое важное вот допустим ваш сервер взломали получили рутовый доступ к нему ну и собственно у них цель удалить все отсюда и удалить бэкап чтобы вы не могли восстановить соответственно ну каким то образом они понимают что тут стоит рестик находят все пароли вот давайте посмотрим help собственно вот все эти команды ну можно вот сначала посмотреть снапшоты то есть бэкапы в рестике называются снапшоты то есть рестик снапшот далее указываем наши репозитории ну вот он и вот этот пароль ну вот собственно 4 снапшота 4 бэкапа по сути ежедневных вот далее чтобы нам удалить бэкап здесь есть вот команда это forget указываем допустим последний снапшот и указываем репозиторию вводим пароль вот вот он и тем самым удаляем вот этот снапшот смотрите ну forbidden видите не может он удалить снапшот вот поэтому этот способ наиболее безопасный для бэкапа если кто-то взломает вы всегда сможете потом удалить этот сервер и восстановиться без каких-то проблем вот поэтому другие решения всякие бэкап там дупликат и прочее они не позволяют делать такую штуку на этом все если какие-то вопросы будут пишите в комментариях на ютубе вот также если у вас интересует какая-то тема вы можете тоже написать в комментариях на ютубе с просьбой рассмотреть какое-нибудь новое там приложение интересное вот либо какой-то инструмент вот я обязательно рассмотрю сделаю по нему урок все актуальные машины использованные в уроке предоставлены компанией корпсов 24 корпсов 24 это цифровая экосистема для бизнеса занимайтесь бизнесом а остальное сделают эксперты корпсов 24 все материалы из урока плейбуки и описание будут размещены на сайте корпсов 24 точка с вами был сергеев михаил всем спасибо за внимание до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор утром не было так не слишком посмотри в Продолжение следует...